Почему до сих пор холодно? Сегодня в городской администрации прошел очередной штаб по теплу. Жилищники и коммунальщики заседают каждый день без выходных. Отопительный сезон до сих пор не удается начать повсеместно и беспроблемно. Аксакова советская телевизионная народная новая пролетарская Терешкова и братьев Башиловых. Это далеко не полный перечень улиц в домах, в которых до сих пор нет отопления. Лучше всего, то есть теплее сейчас в Степном. Дома в этом районе ближе всех к ТЭЦ, а люди в центре в самом прямом смысле замерзают. Телевизионный 2, Аксакова 4, 6, 8, 11, 15, вся по всей улице. Дома были перезапущены к вечеру. И надеемся, что тепло наши жители получат в полном объеме. Потеплеет в квартирах в центре города и если отношения тепловиков к жителям станут теплее. Во многих домах, в частности в девятиэтажках, холодно только по одной причине. Оренбургская ТГК не подает тепло на полную мощность. Должно быть на подаче 70, но там в этих случаях доходит по 59. По какому режиму работают? 75. Ну это 75 теплоноситель, а температура наружного воздуха? По плюс 3. Может быть давай по минус 2-3 там запустимся. Дня 2 поработаем, чтобы нам город продавить хотя бы. Попробуем. Полностью нормализовать ситуацию по теплу планируют в течение 2-3 дней. Коммунальщики работают в авральном режиме. Большинство добросовестно, а некоторые наоборот. Игнорируют заседания штаба без объяснения причин. Это организации Мир Плюс, СВС-сервис и ТСЖ Гамма. Во главе с небезызвестным Италием Кукушкиным он на обращение чиновников вообще не реагирует. Юлиана Третьяк, Олег Штылер, Ориен ТВ.